Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Я буду говорить немножко тихо, потому что у меня очень сильно болит горло. Но просто оттягивать это видео я тоже не могу. 300 тысяч на моем канале стукнуло вчера. Даже нет, по-моему, позавчера. Поэтому я заказала всю эту красоту морепродукты. Конечно, можно было заказать просто торт и не заморачиваться. Но я подумала, что торт это будет слишком банально. Поэтому у нас сегодня с вами лобстер, осьминог, роллы. Еще, кстати, должны были быть мидии, но мне их забыли положить. Я сейчас перезвонила, они сказали, что они привезут. Но мне было просто неохота ждать еще и мидии. Поэтому ничего, мидии поем просто. Отмечу без вас. И давайте приступим. Возьмем напиток. Мультивитамин. Так, с чего начнем? Давайте с роллов начнем. Роллы выглядят не так аппетитно. Как я заказывала в других доставках. Но здесь как бы Филадельфии побольше. Ой, точнее рыбки побольше. Что я несу? Какая Филадельфия? Хотелось бы сказать огромное спасибо всем, кто нажал кнопку подписаться, кто меня поддерживал с самого начала. Для меня 300 тысяч это огромное достижение. Это, кстати, осьминог. Люблю я. Вкус есть много. Особенно, когда сверху еще немножко лимона. Это получается вообще очень вкусно. В инстаграме выложила опросник. Как вы думаете, что я буду снимать на 300 тысяч? Там был вариант торт, острая лапша или лобстер. На удивление, большинство, кстати, угадали, что действительно я буду снимать лобстера. Один раз, кстати, он был на моем канале. Еще тогда он мне очень понравился. Сегодня на улице льет, как из ведра. Но у меня отличное настроение. Потому что мы, кажется, нашли машину, которую я хотела. Про два влога я вам это все показываю. Возможно, даже сегодня выложу влог. В общем, я вам не рассказывала, но все это время после начала вождения я реально ищу себе машину. И смотрели мы разные варианты. Я хотела с ярким салоном. Для меня это был вообще ключевой фактор. Я нашла очень аккуратную машинку с очень ярким салоном. Но я на фотографии сначала думала, что салон оранжевый. Но когда я его увидела в жизни, я поняла, что он такой персиковый. Более такой приглушенный цвет, чем на фотографиях. Сегодня мы должны поехать и сделать тест-драйв на машине. Мы уже были у специалиста. Специалист сказал, что этот автомобиль смело может мне советовать. Он был в очень хорошем состоянии. Кое-что, кое-где нужно поменять. Ну, я не очень хорошо разбираюсь. Там свечи нужно поменять. Ну, в общем, это все мелочи. На самом деле машина в очень хорошем состоянии. Сильных каких-то ударов не было. Был единственный удар сзади. Раньше смотрела блогеров, которые кушают осьминога. Думала, блин, как они это едят. А сейчас с удовольствием сама ем. Кто-то меня отговаривает от покупки. Кто-то говорит, возьми, но не эту. Но я решила послушать свое сердце. Пусть даже я ошибусь, но я возьму то, что я хочу. Мама сейчас в деревне. Мама вообще не знает, что я покупаю машину. Папа тоже. Я хочу просто маму встретить на своей машине. Опля, и у дочки машина есть. Вы не представляете, сколько времени уходит на поиски, на осмотр. И не только мое время, но и время еще и брата. У него своя работа, своя компания. Много своих забот. И как бы его тоже сильно запрягать не хочется. Хотя он вот такой человек в любой ситуации. Дня и ночи. Позвони ему, скажи, что тебе что-то надо. Помоги мне в этом. Он обязательно сделает. Мой брат реально золотой. Во всех ситуациях всегда рядом со мной помогает мне. Он всегда решает денежные вопросы. В том плане, что договаривается по цене. Говорит, надо немножко поднажать. Надо, чтобы он уступил. Я говорю, давай. Лобстер. Это, кстати, не так легко. Реально, лобстер такой дорогой. Но наестся им может только один человек. Да я даже не наемся. Здесь икра. Как это пахнет. Оп. И вот такой вот хвостик остался. Это, кстати, специальный соус для креветок. Макаем сюда. Короче, машина. Это Chevrolet Maribu. Кто-то наверняка будет в комментариях писать, что не бери. Но я хочу послушать чисто свое сердце. Потому что летом, когда я собиралась покупать машину, много кто мне что советовал со стороны. В конце я ее просто не купила. Поэтому в этот раз я хочу слушать чисто себя. В любом случае. Если буду недовольна, могу ее продать. Ну, я так планирую поводить ее где-то года три. Возможно, потом купить что-то новое. То есть нуля машина. Но посмотрим. Еще непонятно, как финансы будут. Какие романсы буду петь. Финансы. Я уже забыла, как это все делать. Это туловище не едят. Едят только клешни. Насколько я знаю. Я немножко себе помогла молотком. И вот так вот легко все открывается. Просто без молотка тут никак. Очень вкусно. Просто единственное, наверное, здесь мало. Оп. Вот такая вот клешня. Безумно нежное мясо. В общем, дай бог, если сегодня все получится. Наверное, это очень надеюсь. То, скорее всего, завтра или послезавтра на днях мы пойдем оформлять автомобиль. Сказать честно, супер какой-то радость от того, что у меня будет машина, у меня нет. Почему-то у меня в голове такое ощущение, что машина у меня есть. Есть она уже давно. Не знаю, откуда у меня такая установка. Наверное, с лета где-то. Но автомобиль все-таки, мне кажется, нужен. Буду снимать для вас летом контент. Буду куда-то ездить. Будет интересно, думаю. Вном. Иногда. Субтитры сделал DimaTorzok Было очень вкусно, честно Это просто, наверное, самый вкусный мукбанг Я с каждым уроком вождения Все спокойнее Чувствую себя за рулем Поняла, что это все не так страшно, как кажется со стороны Главное просто опыт Надо много водить, везде водить Особенно этот круг, который рядом с нашим домом Очень опасно Кстати, с осьминогом еще постоянно кладут вот этот вот соус Или как правильно, овощи Мне кажется, эти овощи совершенно не сочетаются с осьминогом Они еще хорошенько не прожарены Поэтому мне они никогда не нравились Каждый раз, когда заказываю, их кладут еще рядом Но они не в тему абсолютно На этом, пожалуй, все Огромное спасибо всем, кто нажал кнопку подписаться И добил мне 300 тысяч Я буду благодарна опять же всем Кто опять нажмет эту кнопку И нас с вами будет еще больше И это все сильнее замотивирует меня Снимать как можно больше контента для вас Всех люблю С вами была Айка Пока